Всем здравствуйте, Владимир Дураш, спасибо за то, что пригласили. Буквально второй месяц, скажем так, познакомился с Кораллом, о себе. Лет 20 занимаюсь линейным бизнесом, несколько видов, скажем так, это и запчасти автомобильные, и там кафешки, и, скажем так, система вентиляции и кондиционирования. Основной бизнес – это сдача в аренду помещений недвижимость. Но вот за два месяца, в которых я зашел сюда на продукт о здоровье, я увидел плюсы, которых нет у нас, в том бизнесе, линейном. Это можешь располагать своим временем, это ты не переживаешь круглосуточно, и тебя, скажем, те вопросы, налоговики, водоканал, горгаз, обленерго, они, скажем так, тебя не интересуют. И я уже начинаю задумываться, и делаю все для того, чтобы своим детям оставить спокойный бизнес. Я занимаюсь бизнесом с 2002 года, у меня разные были всегда направления. Это оптовая торговля, там в основном это были металлы, черные цветные, уголь, ну, в общем-то, такой сегмент. Плюс производство мебели, производство там по полиграфии, и уже как у коллеги аренда коммерческой недвижимости, тоже такой бизнес не опытный, но, в принципе, интересный, как и вложение денег. Почему я здесь, для меня все виды бизнеса, которыми я занимался, в них не было самой, как бы, страсти и любви внутри самого бизнеса. То есть всегда это была работа ради денег, а здесь для меня самым важным стало то, что внутри бизнеса есть такая идея, как дарить людям здоровье, делать добро, и параллельно ты еще получаешь возможность общаться вот с такими прекрасными людьми, с единомышленниками, которые энергетически тебя заряжают, дают тебе какие-то положительные эмоции. Для меня это стало, наверное, самым приоритетом. Добрый день, меня зовут Горгунов Сергей. В бизнесе я уже третий десяток. Бизнесы разные были. На последнем, то, что это у меня оптовая торговля, я занимаюсь поставками в торговые сети. Основные мои партнеры – это эпицентр «Ашан». Моя компания занимает на сегодняшний день порядка 80% полок этих магазинов по направлению все для рыбалки и охоты. В МЛМ я пришел случайно. Основные моменты, которые я увидел, мне дал очередной кризис 2013 года. Моя компания полностью импортнозависимая. И скачок, который отразился на валюте, даже вроде такой стреляный воробей, как я, предугадать не мог. И компания пережила эти моменты, но тем не менее это меня сподвигло искать что-то новое, где я мог бы еще себе подстелить соломку. И если это будет в следующий раз точно так же сильный или еще сильнее, я бы мог это пережить. И так получилось, что ряд случаев подвел меня к МЛМ. И я увидел, насколько это мощный и перспективный бизнес, в котором можно не только подстелить себе соломку, но можно создать реально серьезный пассивный доход. И, наверное, у многих предпринимателей то, что является их головной болью, это время. МЛМ позволяет сделать так, чтобы высвободить время, когда у тебя идет реальный пассивный доход. Для этого нужно поработать совсем немного. Все в сравнении с линейным бизнесом, конечно. Рео, который можно сделать здесь, он просто невозможен в линейном бизнесе, если ты не создал какой-то ноу-хау или что-то такое, нечто, что ни у кого нет. Всегда стремится, каждый предприниматель стремится к тому, чтобы у него был эксклюзив, чтобы можно было свободно варьировать маржой и, соответственно, развивать свой бизнес. Вот МЛМ дает как раз этот инструмент, когда у тебя есть эксклюзив, и ты можешь с ним смело развиваться по всему миру. И более того, рынок МЛМ, он не имеет границ. Компания Coral Club – международная компания, можно развиваться в любых странах. И я вот без году недели, у меня уже в нескольких странах бизнес развивается. И надеюсь, что еще будет более быстро и мощно развиваться. Сколько процентов соотношений, в плане ежедневного, да, предположим, ты уделяешь Coral, и сколько бизнесу сейчас? Ну, когда я начал им заниматься, это, в МЛМ я пришел в феврале 2018 года. В конце февраля я решил, что, да, я здесь хочу состояться и добиться каких-то результатов. На тот момент я стал выделять один день в неделю, в котором я буду заниматься только Coral Club и больше, чем другим. Шесть дней в неделю я занимался своим бизнесом. На сегодняшний день границы эти немножко стираются. Я все больше и больше хочу принадлежать Coral Club. Людей, если они хотят действительно что-то в своей жизни изменить, это очень крутой вариант, очень классный старт, потому что перед тем, как открыть свой бизнес, мне понадобилось слишком много времени для того, чтобы заработать стартовый капитал. Это при том, что я... Сколько лет? И начал работать в 97-м году, а бизнес первый я открыл в 2002-м. То есть пять лет? Да, это я как бы работал с утра до ночи, у меня тогда не было вообще никаких шансов. Несколько работ, причем даже уже одна из последних моих работ, я работал с финансовым директором в компании достаточно крупной, оптовой. И тем не менее параллельно еще подрабатывал, чтобы там зарабатывать какие-то деньги. Хочу здесь вот пять лет с утра до ночи. Реально с утра до ночи. А тебе, представь себе пять лет с утра до ночи в Coral Club. Можно больше сделать? Можно горы свернуть. Людям, которые сейчас хотят начать, такая основная рекомендация, вы должны быть готовы играть в долгую. Не надо ждать результата все равно через месяц, через два. Потому что любой бизнес, я думаю, это касается MLM, все равно это накапливается критическая точка, когда происходит взрыв и резкий выход на новый этап. Всегда вот у меня обычно это занимало где-то 2-3 года, когда бизнес ты вкладываешь, 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 и потом идет достаточно серьезная отдача. Я думаю, в принципе, похожее должно быть и здесь. То есть развивайтесь, не теряйте в себе какую-то веру. Будьте настоящими лидерами для своей команды. Это тоже здесь сам человек по себе не сможет создать большой оборот. В любом случае вы должны научиться работать в команде, быть лидером, рассказать, поставить цель, вдохновить своих людей. Лидер это в первую очередь человек, который может зажечь сердца своих подчиненных, своей команды. И тогда он и сам выходит на другой этап. И, соответственно, люди, которые под ним добиваются успеха. То есть основной месседж – работайте в долгую. Всегда ставьте себе цели краткосрочные, там месяц, пять, год. Но вы должны видеть какую-то цель, которую вы достигнете через 3-5 лет. И эта цель будет высока, весьма. Я просто говорю, что есть прекрасный продукт, возможность привести в себя свой организм в здоровое состояние. И я вам скажу, что почти никто не отказывает. У меня проблема – мне некогда встречаться с моими друзьями. У меня их тысячи, слава Богу. Ну, то есть у меня их тысячи, мягко говоря. У меня просто нет пока времени. Но с Нового года я с полчаса, час, до полдня доведу. И за 5 лет реально страшно будет подумать. Просто поделиться информацией. Не больше, не меньше. Возраст выступающий. Можно озвучить? Возраст. 47, 45, 40. Только одно право, Сереж. Ответь, пожалуйста. Двумя словами. Я знаю, что больше ответить здесь не нужно. А как твое чувство при отказе? Вообще, идем дальше. Какой процесс отказа? Пофиг.